Всем большой приветик! У нас сегодня 7 января. У нас сегодня утром был ледяной дождь. У нас всё-всё-всё во льду. Просто каждая вещь на улице, каждая травинка, каждая веточка, всё покрыто льдом. Я сейчас на улицу выходила, Саша спать укладывала. Вот колясочкой он спит тут. И принесла степе одну веточку травки. Она полностью же ледяная. Ему так понравился вот этот вот эффект заледенения. Он говорит, мам, там всё такое? Я говорю, там всё-всё-всё. Так даже ваши игрушки в песочнице полностью во льду. Вот этот вот весь песок тоже покрыт коркой льда. Раз в 50 сказала степе, что очень будь аккуратнен, потому что очень скользко. Дала ему сапоги, которые самые не скользящие, но я смотрю, вот он всё равно скользкий ему. Пошёл топтать лёд. Он так хрустит там. Он навернётся всё равно. Я уверена, что он навернётся, но я его предупредила раз в 50. Говорю, там всё-всё-всё во льду. Это он сейчас специально меня увидел, баловаться начал. А сейчас не специально, сейчас случайно упал. А вот сейчас специально баловается опять. Это он увидел камеру и начал специально баловаться. Выбражули первый сорт. Там у нас клубничка, у неё зелёные листики тоже. Каждый листик во льду. Красиво, конечно, но очень опасно. И машина тоже стоит полностью, сколько льда покрыта. К нам сегодня приходила бабушка Лида. Она каждый день почти приходит. Вчера только её не было, вот сегодня приходила. Потому что хочет, чтобы Саша к ней привык, чтобы он её не пугался, не боялся. Потому что летом он её редко видел. Ну, почти вообще не видел. Вот в полгода один раз, да, там увидел. Ну, редкий момент, и он её не запоминает. И каждый раз, когда он приходит, он начинал бояться. Ну, смотрит вот так вот, не поймёт, что сегодня он полностью уже адаптировался. Вот за неделю, неделю Лидний Клан к нам приходит, каждый день практически. Вот, и он уже перестал бояться, уже понимает, что это бабушка уже на ручке к ней с удовольствием идёт. И вот сегодня она долго с ним сидела, я успела столько дел переделать. И кровать полностью, постельное бельё поменяла, стежки поставила, вытерла все окна. Потому что у нас пошла небольшая плесень по окнам от этой влажности. И я очень переживаю только по этому поводу. В общем, мы сейчас с Сергеем обсуждали. Скорее всего, летом будем откоса, что ли, менять полностью. Потому что непонятно, что происходит. У нас все окна очень сильно прям вот влажно текут. И появляются, начинают вот точечки не на окнах даже, а на стёклах появляются вот такие вот кружочки плесени. Я всё повытирала вот сейчас. Но, конечно, это меня совсем не радует. Сейчас хочу выйти на улицу, поснимать вот эту вот красоту на камеру. У нас такое редко бывает, поэтому хочется одеться, выйти. Со Стёпой немножко погуляю. Видите, каждая-каждая веточка вот такая вот по себе. Всё, б ты когда-нибудь видел такое, чтобы каждая веточка во льду была? Посмотри, вон травка даже зелёная тоже вся льдом покрылась. О, сосудки! Зелёная травка была. И сосудки-то у нас и на лавке, и на машине, и на доме, и на заборе, везде сосудки. Самая большая? Провода тоже все обледенелые. Стёпка пошёл в песочницу. Песок отковырялся. Санечек-то спит, малышок. В начале месяца, когда Лидия Николаевна к нам приходит, она приносит ещё квитанции для оплаты. Мы через мобильный телефон быстро оплачиваем. И сейчас я начала оплачивать квитанции. Вспомнила, наши же тоже должны прийти квитанции. Они же приходят в почтовый ящик. А там у нас такая погода. Говорят, Серёж, там ещё ёжик должен прийти. Я детям оформила подписку на ёжик на год ближайший. Расставили. Двадцать четвёртый. И Сергей сейчас пошёл за платёжками. А они все мокрые. Вот эти вот во льду. Сергей говорит, я их кое-как отодрал. Теперь они просто вот мокрые, короче, как супли висят. Ну, в общем, мокрая бумага вот такая вот. Сейчас буду оплачивать. Не знаю, как получится. Ящик полностью заледенел. Вот как я вам показывала трава, ящик точно такой же, естественно. И внутри... Ай, Саша, не-не-не, это не для тебя, Саша. Сашка у меня тут на коленочках. Нет, Саша, не перепутайте. Бабушкины наши. В общем, сейчас буду оплачивать. А ёжик к нам, кстати, не пришёл. Видать, после праздников его потом принесут. Я на дом заказала, это всё-таки доставка. Миша так хотел ёжика, да, Миш? Побежал уж сам. В ящик надо сразу просмотреть. Саша, нельзя тебе, нельзя. Давай обратно. Нет, нельзя тебе бумажечки идти. Скажи, так хочется, так хочется. Все тут передо мной выставили их. Нет, вот те оплаченные, а те нет. Мы вчера делали пиццу, но нам оказалось мало. Сегодня тоже решили сделать пиццу. Вот такая вот пицца, это примерно 30 сантиметров у нас выходит. И вот тут ещё кусок теста огромный остался. Тоже сейчас сделаем вторую пиццу. Не, Стёп, плоско делай, чтобы не торчали, а лежали. Вот так? Угу. Вот так вот раскладывайте красиво. Маслины у нас тут лежат, огурчики и бекончик. И сейчас всё сырочком посыпем, и будет замечательно. Мам, это только много. Это на следующую пиццу, Миша. Просто бекончик? Ну, кушай. Пиццу поставила в духовку сейчас. У нас, кстати, сегодня 6 января. Сегодня святки. Святочные гадания можно делать. И, наверное, сегодня мы с Сергеем будем гадать. Мы ежегодно гадаем. Нам просто интересно, что нам выпадет в году. И, кстати, зрители наши постоянные, кто долго нас смотрит, могут подтвердить, что у нас большинство сбывается. Как ни странно. Ну, в общем, посмотрим, что в этом году выпадет. Вообще, гадать вроде как можно до крещения, до 18 числа. Ну вот, начинать можно сегодня в ночь. После того, как появится первая... Да, будь здоров. После того, как первая звезда появится, можно уже начинать гадать. Так что можно уже начинать. Мама, у меня такая хитрость. Что такое? Пасскажи. А можно я завтра подойду к тебе и поколедую, чтобы ты мне подарочек дала? Можно как вон там? По коледуй. Как вон там подарочек. Сделали мешочки. Сергей там набрал мешочки с подарочками для детишек, которые завтра придут кольдовать. И сейчас мало кто ходит кольдовать, но мы с подружками обмениваемся адресами, и их дети идут к нам. Ну, чтобы не к незнакомым людям, мало ли еще пошлют, выгонят. А чтобы к знакомым людям приходить, в общем, наши детишки завтра пойдут кольдовать, и их дети тоже к нам придут, надеюсь. Так, первая пицца у нас готова. Но мне нужно как-то ее сейчас снять, чтобы вторую сделать на этом же коврике. У меня только один силиконовый коврик, и нужно как-то сейчас приспособиться. Так, у нас сейчас уже ночь. Мы детей спать уложили. Сейчас зажгли свечи. Выключим обычное освещение, потому что при гадании нужно как можно больше не электрического освещения, а вот такого вот. Не знаю, где-то я там вычитала как-то давно, когда смотрела, как гадать вообще, в принципе. У нас всегда два гадания с Сергеем. Каждый год одно и то же. Но, по-моему, мне кажется, в прошлом году или позапрошлом мы что-то еще пробовали, то ли цепочку кидали, то ли что. В общем, первое гадание у нас это листик. Мы берем, поджигаем, кидаем и смотрим, как выглядит тень от этого листика. И угадываем, что она нам показывает. И второе гадание. Мы берем тарелочку, наливаем туда воду. Свечку берем с растопленным воском и выливаем воду. И смотрим, там уже значение. Есть много капелек, это к деньгам. И смотрим очертания того, что получилось в этом воске. И разгадываем вот так, что будет, что ждет нас в этом году. Можно, кстати, при вот этих вот гаданиях какой-то определенный вопрос задавать. Типа, женюсь ли я там или еще что-то. И тогда мять, и тогда смотреть в очертаниях именно ответ на этот вопрос. Но мы всегда гадаем именно на год, что нас ждет в этом году. Вот как-то так. Сергей в это ничего не верит. Сергей в это ничего не верит, но он поддержит мою идею всегда. Он меня сопровождает. Это, знаете, забавы ради, вот так. Когда свечки горят, освещение идет снизу. И сразу такие лица необычно страшные становятся. Потому что непривычное освещение. Вот эти синяки под глазами появляются. Все люди страшные. И какая-то вот эта мистика появляется. Сереж. Я вот сейчас пытаюсь вспомнить, что у меня было на листиках в прошлом году. И что-то не помню. То ли там верблюд какой-то был, то ли еще. Или это позапрошлый год. Но в воске почти все увидели очертания ребенка. Но это было логично, потому что я тогда уже беременная была. Вот. Я вот сейчас что-то вспоминаю. Мне кажется, у меня какой-то дом был. И я несколько месяцев провела в больницах в этом году, да? Вот так. Мы подставочку, видите, сделали, чтобы тень была видна. Мы, кстати, еще не раз не гадали именно в святке. Первый раз гадаем в святке. Так. Я начинаю. Я первая. Снимаем листик. Поджигаем его. Телевизор у нас тут. Телевизор, да. Вот посмотрим. Так вот кладем. Если бумажку комкать, то много дыма. Ну, да. Дыма много. А мы тут рядышком вон две тарелки с водой поставили. На всякий случай. Так. И зрители, как обычно, нам будут подсказывать. А где у меня петух? Курица, Сереж. Мы что, кур заведем, а? Перепелок. Нет, тут курица. Курица была. Курица реально была. Сейчас у тебя опять замок. Будет путешествие. Я каждый год нахожу в своей тени какие-нибудь замки и путешествия. Действительно. Корабль какой-то. Корабль, море. Корабль с пароход, с трубами. Моро. Это улитка. Улитка. А ты куда смотришь? Вверх, вниз? А вот теперь надо вот смотреть что-то. Ну, замок, как обычно. У меня всегда замки. Давай вот так делаем увеличительно. Увеличительно. Нет? Ну, все, оставь. Оставь вот так. Во, красиво, смотри, все видно. Все? Угу. Ну, это похоже на индюка, вообще-то. На кого? Индюк. Нет, индюка я не видела. Вот замок я опять увидела, как обычно. Ничего тебе нервнуюсь. О, это похоже на черепаху, которая рот открыла. На которой мир стоит, черепаха. Мы потом пересмотрим еще варианты, подумаем, а вы пишите свои варианты, что вы там у меня увидели, что у меня в этом году будет. Ну, ты сама, ты что увидела? Что ты увидела? Ну, я сначала курицу увидела, потом увидела лес. Ну, значит, ты будешь заниматься курицами. Нет, я курицу не хочу. Я увидела лес, замок. И вот мне очень нравится предположение, что это какие-то горы, знаете, такие, рядом с морем. Берег с горами. Я вот отдыхать хочу поехать. Похоже же, смотрите, на горы. И там даже вышка какая-то, телевышка есть. Мне кажется, это что-то такое, типа Алубка. Да-да-да. Что-то вот такое вот туда. А уж-то. Да, вот где-то там. Угу, где-то. Ялта, возможно, да? Да-да. Ну, вот с вышкой точно это, то есть это со связью будет. Нормально, что там все. Нормально у вас там со связью в Алубке? Так, ладно, смахиваем вот это, и теперь Сергея очередь. А у тебя что-то в прошлом году было интересно? Это или крыса какая-то? Нет, это у меня было, и в позапрошлом, а не в прошлом. Ну, что там нам показывают? Ой, смотри, какой необычный рисунок проявляется там. Сейчас вмигнул, что-то такое, знаешь, прям красиво. Ну, сейчас он, когда начинает... Снимай, давай, снимай. Снимай. Не, не видно, что там у меня. Что это такое? Я даже не знаю, ну, давай, думай. Похоже, тоже на черепаху какую-то. Ну, там сверху... Нет, похоже на машину, видишь, машина едет по горам. Если ты еще раз так руку поставишь, то будет замечательно. Вот видишь, вот машина, она... Вон колесико вот переднее, заднее, вот кабинет. О, помнишь, у тебя машина была в прошлом году? Мы куда-то ели, где-то? Как-то в прошлом, сейчас тоже есть. И вот по горам ездишь. Ой, там кто-то стоит, кто-то стоит и смотрит. Какой-то царь, царь с толстой жопкой. Какой-то царь. Это я придумала. Маленький человечек стоит наклонившись и смотрит туда вниз куда-то. У него голова, на голове корона. Наверное, у него слишком активная фантазия. Это динозавр, а сверху наездник, видишь? А, может быть, кстати, наездник какой-то. А вот сейчас котик маленький снизу. Вот черненький, видишь, котик выглядывает из доски. Давай поправим немножечко. Да нельзя так делать. Вот-вот, проявилась машина опять. Котик был. Сейчас нет котика. Там тень вон изменилась, но все равно кто-то сам сверху. Такой муравьишка какой-то. Раньше был царь, а теперь муравьишка. А если в другую сторону посмотреть, то какой-то кабан появился с зубастой. Так, ну все. В общем, вот такая вот тень была у Сергея, очень необычная. Ну, теперь у нас будет второе гадание. Тут как раз воск подтопился. Мы обычно, пока то гадание идет, вот тут у нас свечки растапливаются. И мы их выливаем уже в тарелочке готовой. Чем бы Настя не тешилась. Точно. Ты загадывай только что, меня же там ждет. В этом году. Ты выливай себе здесь. Будем одновременно? Нет. По очереди? Ну давай я сначала водичка налила. Так. Так. У тебя похоже на... А сейчас посмотрим, на что похоже на яичницу. Вообще похоже, знаешь, на что? Опять курица. На где? На монаха похоже. Кокошники. Смотри, какой стороны. Сереж, это были... Гребешок курицы был. Ну, стой, стой, стой. Опять курица. Точно курица. Реально прям курица. Да, вот курица. И там курица была, и тут курица. Вот у нас стиль, да? Да. Вот хвост. Реально прям курица. Мы, правда, курица ведем еще. Или ты будешь курицей? Что за курица такая? Я буду курицей? Ты будешь курицами заниматься. Ты ведь просто не договорил. Ты будешь курицей. Слушайте, вы реально, какая прям курочка. И может это означает что-то в гаданиях? Напишите, что там курица означает. Прям эксперты у нас сворят. Просто вот эти вот точечки, это монетки, говорят. Если монетки отделились, значит доход будет стабильный. Слушай, сейчас будет у нас стабильный доход. Я вот прокапываю все. Нет, капать нельзя. Это они именно должны как-то сами делиться. Как это они сами? Подожди, я сейчас еще раз вот это потом вытащу. Прям со всех сторон я поверчу. У меня фокус просто плохо настраивается. Давай меня показывай. Сейчас, секунду, я вот с этой стороны вам покажу. Может быть, что-то с этой стороны найдете. Мозги. Мозги умные какие-то. Наверное, на голову Филина похожи. Ладно, так, давай ты. Надо просто повыше поднимать. Ты выливаешь просто. Вот смотри, как надо. Ну, все же ароматизировано, что свечка оранжевая. Ну, видишь, какие-то дела. Запахом абрюсина. Ну, что, давай смотреть. Ну, так. Подожди, сейчас расстаем. Ну, смотрите, что интересного. Тут у тебя прям необычно. Смотри, она так расплылась в разные стороны. Вот как. Ой, стой, стой. Там лошадь какая-то. Похоже на маленькую девочку с косичками. Вот, видишь, с ручками. Нет, я вижу, что это нос, а это толстая лошадь с двумя маленькими ножками, если вот так смотреть. Или какой-то осел. Лошадь, толстая лошадь. Да, нет, на корову похожа. Да, на корову похожа. Вот. Вот, на корову очень-то похожа. Вот и у нас. Вот там он. Даже рога есть. Да, на корову похожа. На коровку похожа. Или на ослика. Что значит? А, на овечку похожа. Овечка такая. И вот хвостик маленький тоже. Ну, прикольненько. Не знаю. Можно с другой стороны посмотреть. Ну, вот с другой стороны похоже на машину опять. На такое минивэн. И еще на морду собаки похожа. Вот тут носик. На морду волчонка. Давай вот так перевернем. Вот так может надо смотреть. Это не так. Это похоже на корову вывернутую. Ну, точно так же. Вывернутую наизнанку. Да? Объемная корова. Смотри, я поняла. Если с другой стороны смотреть. Вот печень. Вот так. То похоже на голову волчонка. Или собачки. Вот так носик. Вот тут. И тут ушки. У тебя очень необычно. Смотри, какая красивая. Это капля. Классная. Ну, подожди пока еще. Не убирай, не ломай. Я хочу еще свою сейчас показать. Я думаю, можно будет сейчас свет включить и их разглядеть посильнее. Сейчас покажу. Ну, у меня прям курочка, честно слово. Ну, давай. Смотри, какая курочка. Курочка, толстенькая. У тебя толстенькая корова, а у меня толстенькая курица. По-моему, у нас домохозяйство какое-то будет. В деревню перевели. Нет, я не хочу в деревню. У меня и тут хорошо. Забавно. Я хотела разглядеть, честно, в этом машинах. Но нет, машина не похожа. Зачем тебе машина? Ну, куда-нибудь поездку поехать хочу. Ну вот, поедем в деревню. В деревню? У нас нет кому-нибудь в деревню. Так, приглашайте нас в деревню. Кто-нибудь. У нас нету деревенских родственников. Класс. Еще на морского конька немножко похожа вот эта штука. Так, ну что, наше гадание закончено. Мне прям стало интересно пойти посмотреть, что мы там в прошлом году себе нагадали. Сбросили или нет. Вы тоже можете посмотреть. Куда-нибудь вам вот тут или тут подсказочку оставлю. Можете тоже зайти посмотреть. В общем, у нас в этом году, походу, будет какой-то зоопарк. Судя по нашему гаданию. Посмотрим, что это значит. В общем, сейчас свет включили. Ну, у меня реально прям курица, да, какая-то. Как не верти. Больше ни на что не похоже. На курочку похоже. У Сергея маленькая коровка. Хотя у Сергея очень необычная. Смотрите, она на все похожа. Она какая-то вот, видите, прямо такая интересная. На морского конька похожа. И на корову похожа. Вот так вот вообще лошадка какая-то такая. Да? Прикольно. Будем на лошадях кататься. Я, кстати, люблю на лошадях кататься. Надо как-нибудь будет съездить покататься. Ладно. Позабавились и хватит. Я еще хотела в этом году проверить одно гадание. Знаете, как говорят? Надо выйти, пойти к соседнему дому и послушать соседей. Если они ссорятся, то мы тоже, типа, в этом году будем весь год ссориться. А если у них тишь да гладь, значит, у нас год пройдет гладко. Но дело в том, что у нас у соседей у всех тишина. Ничего не слышно. Забор далеко от домов находится. Поэтому у нас у всех тишь да гладь. Так что у нас по этому году точно будет все идеально. Сереж, что ждешь в этом году? Выбор. Все ждут. Понятно. Всем доброе утречко. Нет, я еще не поела, Миша. Миша говорит, все поели, поехали. Поехали к бабушке Лиде каледовать. Пойдем? Да, пойдем. К моим знакомым, которые написали адреса. Мама, мы поедем к бабушке каледовать. Она нам, скажи, его денежки будет давать. Да. Скорее всего. Она ведь вчера... А может быть мандаринчики. Она, скорее всего, конфетки и вкусняшки вчера не успела сделать. Подожди, Саша. Подобрать. Хорошо, я расскажу. Расскажешь? Иди сюда к елочке. Мы всех сейчас поздравим с Рождеством у нас на канале. Давай. Желаю вам на Рождество, чтобы не кончалось волшебство. Любви и счастья полный дом, чтобы помогал вам Бог во всем. Да ты мой умничка. Всех поздравляем с Рождеством. Да, я тоже хочу. Миша тоже свою калятку захотела рассказать. Ну-ка, рассказывай. Рождество, Рождество много света принесло. А калятки наши сделала жизнь краше. Чтобы у всех жизнь была краше, да, Миша? Хорошо. Умничка мой. Смотрите, Степа сейчас ходил гулять. В морозилку положил веточку. Это со вчерашнего дня веточки такие вот все еще во льду. Говорит, пусть в морозилке лежит. Вот, льдиночка, да, у тебя в руке? Степа уже погулять успел сходить. А пока он ходил гулять, к нам приходили калядовать два мальчика. А сколько раз? Один раз только. А до этого нам приходили две девочки и еще мальчик. К нам тоже сегодня все детки приходят калядовать. Вот, Степа, можешь в морозилку положить. Вот тут замерзает водичка и Саша ее грызет. Смотрите, как красиво начали расти вот эти вот адениумы. Прям какой-то, знаете, неземной пейзаж. Выглядит очень классно. Вот такие вот большие уже кустики. Очень быстро они отросли. Я их каждый день вот чуть-чуть поворачиваю, потому что я не пойму, с какой стороны у меня света больше, в какую сторону они будут наклоняться. Ну вот, просто верчу понемногу, чтобы они вверх росли. Как-то так получается. Это разные виды адениумов. Вот этот вот, он с мягкими листиками. У него листики как будто прям шелковые такие. А этот просто красиво цветет. Он нас свел несколько раз. Радость в дом. Радость в дом. Баба Лида к нам пришла. Всем бананчики принесла. Мы думали к бабушке Лиде сам поехать. Но бабушка Лиде нас опередила. Опередила к нам пришла. А еще положено по денежке, да, давайте? Ну, это не обязательно, но можно вот такие вот. Да, вот такие вот можно. Это раритетные, мне сказали в магазине. Вообще их сейчас, говорят, новые напечатали некоторые. Да, раритетные. Вот это да. Миш, смотри, какие красивенькие. 997. 997 год? А теперь посчитай, сколько этой денежки лет, Никит? Да, просто 97 год. Монеток таких нет. Нет, 97 года реально. Где они залежались, да? Мама. Да, Миша. Это подделка. Это не год выпуска, а их выпустили, вот, могли, вот новое. Мы сейчас съездили к моим знакомым. Дети там покаледовали. Вот разные вкусняшки им дали. Никита такой, мама, тут хоус есть. Я знаю, что это. А я хоус никогда раньше детям не давала, не покупала. Вот 10 и 10. Он говорит, если пососать, а потом можно что-то выпить, и сразу такое освежение, так освежает. А это же мякишка. А еще у меня знакомая вчера специально для детишек сама делала вот такие вот кейк-попсы на колядушке. И вот детишкам раздает. Класс. Это с чаем попьете сейчас. А Саня? Даже монетки есть. Мы вчера тоже вот такие вот пакетики, файлы наделали детям. Сегодня к нам приходили колядовать несколько человек. Наверное, пакетиков 6 мы раздали. Может быть, побольше. Но вот еще ждем. Ну, сейчас уезжали. Я писала, что мы уезжали. Сейчас напишу обратно, что мы приехали. Пусть еще детишки приходят. Тут еще конфет целую кучу. И вот чокупай. А еще Сергей, если, говорит, закончатся пакетики, вот такие вот просто денежки свернул по 50 рублей. Говорит, можно потом и денежки раздать вот так. Мне сейчас привезли посылку. Это я заказывала с Мегамаркета. Кашпо для цветов. Вот в эти два я хотела пересадить большие адениумы. Очень красивый кашпо. Но дело в том, что они оба разбитые. Притом разбитые очень-очень сильно. Они пришли в жутком виде. Вот эта вот верхняя часть, она была, вот эта вот, вся часть, она была внутри. Тут все разбитое. Вот смотрите, огромная трещина по всему горшку. Вот тут все вот в трещины. Вот видите, полностью разбитый горшок пришел. Вот этот вот. И вот это вот тоже, видите, разбитое. И вот эта вот вся часть, вот этот весь ободок был внутри. и тут тоже самое это мы просто сейчас сверху надели поэтому кажется что они такие вот симпатичные хорошие тут тоже самое вот это вот часть была внутри она разбитая вот кусок и точно также огромная трещина внутри горшка вот такая вот вот огромная трещина и вот тут еще 2 даже есть вот так я очень расстроилась за каждый отдала 500 560 рублей 558 по моему рублей и вот такие вот горшки мне пришли ну конечно я там претензии сейчас оформила посмотрим верну деньги не верну и они вот так вот друг в друге стояли и стояли вот в этом вот это большое красивый кашпо мне понравилось оно пришло целое единственный минус что вот внутри они стояли видать какой-то был удар вот тут вот кусочек отвалился тут там кусочек серый откололся но тем не менее она целая нигде не треснуты и это я кашпо планировала поставить место вон того белого хотел стёп ты чё там прячешься хотела пересадить вот этот вот фикус бенджамина вот в такое кашпо она пошире несмотря на то что она чуть-чуть поменьше там 13 литров тут 12 литров но она шире и я думаю все равно должно хорошо встать вот а по поводу этих я конечно расстроилась доставка мега маркета была курьерская доставка то есть он прям домой мне привез так мы начали пересаживать фикус я хотела новую землю сюда добавить но поняли что маловат горшок вот так вот торчит я думала что он наоборот то что он шире будет комфортнее цветку но походу надо и шире и выше корни там очень такие насыщенные их много нельзя притрамбовать иначе сверху корни оголятся поэтому наверное буду заказывать еще один такой же горшок только больше этот на 12 литров наверное литров на 20 наверное заказать надо такой же так что сейчас мы просто обратно вот это вот все перестали и закажу еще один горшок этот красивый оставлю для какого-то другого растения а тут это на 13 литров горшок еще вот очень много земли осталось можно 15 действительно почему-то я думаю что этот шире будет и будет лучше ну ладно все переставляй обратно извиняйте фикус да у нас кстати после таких манипуляций фикус может вообще полностью облететь у них есть такая черта характера что если их переставлять или на сквозняк ставить то они могут облетать вот листья просто сбрасывать даже если повернуть другим боком он может облететь с одной стороны